Эта драма, случившаяся в 80-х годах позапрошлого века, достойна отдельного романа. Графиня сбежала к нищему любовнику от опостылившего богатого мужа, оставив ему троих малолетних детей. Было не все так просто, как ходили разговоры по Самаре. Почему богатая графиня выбрала бедного простолюдина, не задумываясь о последствиях своего поступка? Почему ей пришлось делать выбор между любовником и детьми? Как случилось, что граф стрелял в любовника? И почему графиня скрывала от опостылившего мужа свою беременность? По какой причине матери пришлось добиваться признания своего младшего сына его отцом, графом Толстым? Но перед этим, друзья, поделюсь с вами, ну, очень наболевшим. Сидячая работа приводит к болям в спине и шее, сама с этим столкнулась. Терпеть боль в спине опасно, тем более, что есть простой, доступный и эффективный способ справиться с ней. Это запатентованная российская разработка. Уникальные аппараты Кордус и Сакрус для лечения практически любых болей в шее, спине и пояснице. В Западной Европе и Северной Америке эту методику используют более 10 лет. В 48 странах за это время продано более 150 тысяч аппаратов Кордус Сакрус. По данным мировых продаж, эффективность метода 97%. С 2020 года компания-производитель регулярно награждается правительством, как лидирующая в экспорте. Действие аппаратов Кордус и Сакрус основано на принципах мануальной терапии. Это безопасно и нетравматично даже в хронических случаях. Давление аппарата ограничено весом человека. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 30 мм, что снимает спазм, ключевую причину боли в спине. Такую глубокую проработку не обеспечивает ни один другой аппаратный или мануальный метод терапии спины. Аппараты Кордус и Сакрус эффективны в борьбе с такими патологиями, как межпозвонковая грыжа, протрузия, ущемление седалищного нерва, спазмы мышц позвоночника, сколиоз и другие. Женщины отмечали, что проработка мышц шеи и затылка избавляет от головных болей и так называемого вдовьего горба. Кроме того, использование аппаратов Кордус и Сакрус благотворно влияет на гормональный фон, повышает фертильность и помогает подготовиться к беременности за счет активизации кровообращения и нормализации положения органов малого таза. Это же помогает молодым мамам быстрее восстановиться после рода. А мужчины отметили приятный побочный эффект после проработки мышц поясницы, нормализацию кровотока таза и усиление потенции. Одновременное использование аппаратов Кордус и Сакрус повышает эффективность лечения на 40%. А это новая модель аппарата Кордус Вибро с режимом вибраций, который помогает от боли даже в самых запущенных случаях, а также снимает стресс и улучшает сон. И еще одна новинка – аппарат Сакрус Физио с вибрацией и микротоковой стимуляцией. Аппарат эффективно лечит ущемление седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза. Цена одного аппарата – всего около 5000 рублей. Это как пара сеансов массажа. Только аппараты, в отличие от массажа, покупаются один раз на долгие годы и на всю семью. Если за месяц методика не поможет, производитель аппаратов просто вернет деньги. Впрочем, за 10 лет продаж в 48 странах возврат составил менее 2% из 200 тысяч проданных аппаратов. Узнать подробнее о методике и заказать аппараты можно на официальном сайте Cordus Sacrus. Ссылка на сайт и код на скидку 10% в описании под моим роликом. Так что смело переходите на сайт cordus.ru, ссылку найдете в описании. Либо сканируйте QR-код с экрана, заказывайте аппараты и будьте здоровы! Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и при необходимости получить консультацию специалиста о наличии противопоказаний. Жила-была девушка из приличной семьи. Звали ее Александра Тургенева. К Ивану Сергеевичу Тургеневу она не имела никакого отношения, но с детства любила читать, и ее любимым писателем был все тот же Иван Тургенев. Не только из-за совпадения фамилий, но и прадства душ. В 16 лет она сама занялась писательством и написала свою первую повесть «Воля» про положение прислуги в старом барском доме. Как романтическая особа в 19 лет Александра вышла замуж. Но не по любви и не по желанию родителей, а из девичьего любопытства. Ее мужем стал граф Николай Александрович Толстой, старше ее на 5 лет. Он был из династии графов Толстых, очень дальних родственников Льва Николаевича. Военная карьера графа Николая Толстого не задалась. За буйный нрав он был исключен из полка и лишен права жить в обеих столицах. Толстой переехал в Самарскую губернию, где и встретил Александру Тургеневу. С его стороны это была несомненная страсть. А с ее, цитирую, «Я прежде думала о графе с жалостью, потом, как и надежде выйти за него замуж и успокоиться, потом, видя его безграничную любовь, я сама его полюбила», — писала она отцу. Наивной барышне казалось, что она сможет изменить его в лучшую сторону и отучить от многих дурных привычек. Но и после их женитьбы в 1873-м граф по-прежнему участвовал в пьяных кутежах и дуэлях. В семейной жизни Толстой был груб и ревнив. Сначала Александра терпела безумство графа и рожала ему детей. Двух дочерей, одна из которых в пятилетнем возрасте умерла, потом двух сыновей. Ее возвышенной натуре в этих непростых брачных отношениях забыться помогало литературное творчество, которое муж не понимал и не приветствовал. Позже Александра напишет опостылевшему супругу, «Если б я не думала, что ты сильно любишь меня, я не вышла бы за тебя замужем». Не встречая в тебе ответа, а напротив одно надругание над этим чувством, я ожесточилась, и возмущенная гордость, заставив замолчать сердце, дала возможность разобрать шаткие основы любви. В начале 80-х графиня познакомилась с Алексеем Аполлоновичем Бастромом. Это был 29-летний земский чиновник-простолюдин. Они стали встречаться тайно. Бастром был хорошо воспитан, любил музицировать и петь дуэтом с кем-нибудь из дам. Он оценил по достоинству тонкую натуру графини и ее литературный талант. У них оказалось много общего. Те же книги, те же мысли. Он очень отличался от грубого и жестокого законного супруга, добротой и возвышенностью чувств. Но при этом Алексей был беден и кроме отцовского хутера ничего за душой не имел. Спустя 8 лет незадачливого замужества, мать троих детей в порыве страсти принимает решение переехать к любовнику, особо не задумываясь о последствиях своего поступка. Против нее восстал целый свет, а родители осуждали безрассудную дочь. Но больше всего молодой графиню терзала тоска по оставленным детям и страх за любимого человека. Ведь Толстой в отчаянии грозил расправиться с Алексеем. Одновременно граф умолял Александру вернуться, благородно винил во всем себя, проклинал свою испорченную страстную натуру, обещал исправиться, а в качестве отступного даже издать ее автобиографический роман «Неугомонное сердце», где главная героиня тоже делала свой выбор между любовью и долгом. Свои обещания он выполнил. Роман был издан на деньги графа, но критики разнесли его в пух и прах. Александра все-таки вернулась к мужу, но с тем условием, что жить как супруги они не будут. Граф увез ее в Петербург, подальше от безродного Бастрома, но не смог выполнить требования жены о раздельном проживании. О чем он написал ей, цитирую, «Сердце сжимается, холодеет кровь в жилах. Я люблю тебя, безумно люблю, как никто никогда не может тебя любить. Ты все для меня, жизнь, помысел, религия. Люблю безумно, люблю всеми силами изболевшегося и страдавшегося сердца. Прошу у тебя, с верой в тебя, прошу милосердия и полного прощения. Прошу дозволить служить тебе, любить тебя. Прости меня, возвысь меня, допусти до себя». На что она ответила, «Я обратилась к жизни сознания, к жизни умственной и пообещала мужу теплый угол в семье и уважении и всегда дружеское участие и совет. При этом дала слово мужу, что откажется от встреч с Бастромом». Но ее наивные планы оказались в дребезге разбиты, и жизнь закрутила запутанный сюжет. О своих чувствах она написала Бастрому. «Жизнь непрерывно ставит неразрешимые вопросы. Бедные дети. Опять разрывать их на части. Опять выбор между тобой и ими. Алеша, я теряюсь. Что делать? Что делать? Я была убеждена, что не буду женой своего мужа, а при таком положении, какое ему дело до моих отношений, до моей совести? Я страшно ошиблась. Ясно, я вижу намерение мужа опять овладеть мной, опять сделать меня вполне своей женой. Что и случилось, когда граф после разу Луки приехал навестить свою семью. Подробности в письме Александра своему любовнику. «Я жалкая и ничтожна. Добей меня, Алеша. Когда он приехал, и после ненавистных ласок я надела на себя его подарок и смотрела на свое скверненное тело и не имела сил ни заплакать, ни засмеяться над собой. Как ты думаешь, что происходило в моей душе? Какая горечь и унижение. Я чувствовала себя женщиной, не смеющей отказать в ласках и благоволении. Я считала себя позоренной, недостойной твоей любви, Алеша. В эту минуту приди-то, я не коснулась бы твоей руки. Жалко. Призренная раба. Алеша, если эта раба не вынесет позора, если она уйдет к тому, с кем она чувствует себя не рабой, а свободным человеком, если она для этого забудет долг и детей, неужели в нее кинут камнем? Кинут. Знаю я это, знаю. Что может хорошего сделать для детей мать-раба, униженная и придавленная? Два месяца спустя после той ночи графиня Толстая ушла от мужа. Ушла навсегда. Однако судьба злодейка сыграла с ней жестокую шутку. Она была беременна, о чем она откровенно написала Алексею Бастрому. Первое и главное, что я почти уверена, что беременна от него. Какое-то дикое отчаяние. Ропот на кого-то овладел мной, когда я в этом убедилась. Во мне первую минуту явилось желание убить себя. Желать так страстно ребенка от тебя и получить ребенка от человека, которого я ненавижу. Но грозный вопрос о том, как быть, не теряет свои силы. Понимаешь, что теперь все от тебя зависит. Скажешь ты, что не будешь любить его ребенка, что этот ребенок не будет нашим ребенком, что мы не позабудем, что не мы его сделали и я должна буду остаться. Может быть, даже несколько более, чем на год. Как знать? Алексей Бастром принял и ее, и сына. Граф Толстой забрасывал ее письмами, умолял вернуться и угрожал убить Бастрому. Но она была непреклонна и написала ему, цитирую, Целую зиму боролась я, стараясь житься вдали от любимого человека с семьей, с вами. Это оказалось выше моих сил. Если бы я нашла какую-нибудь возможность создать себе жизнь отдельно от него, я бы уцепилась за эту возможность. Но ее не было. Все умерло для меня в семье, в целом мире. Дети умерли для меня. Я не стыжусь говорить это, потому что это правда, которая, однако, многим может показаться чудовищной. Я ушла второй раз из семьи, чтобы никогда, никогда в нее больше не возвращаться. Я на все готова и ничего не боюсь. Даже ваши пули в его сердце я не боюсь. Я много, много думала об этой пуле и успокоилась лишь тогда, когда осознала в себе решимость покончить с собой в ту минуту, когда увижу его мертвое лицо. На это я способна. Жизнь вместе и смерть вместе. Что бы то ни было, но вместе. Гонение, бедность, людская клевета, презрение. Все, все только вместе. Вы видите, что я ничего, ничего не боюсь, потому что я не боюсь самого страшного смерти. Могла ли Александра забрать детей с собой, не ущемив их в правах, не осложнив им жизнь? Нет, она не имела на это морального права, да и любой суд мгновенно вернул бы их обманутому супругу. Тем временем детям ничего про мать не говорили и это их мучило. Сама Александра просила свою свекровь. Вы будете бронить и проклинать меня, опять умоляю вас не проклинать меня перед детьми. Это говорю не ради меня, а ради них. Для них это будет вред непоправимый. Скажите, что я уехала куда-нибудь, а потом со временем, что я умерла. Действительно, я умерла для них. В письме к мужу она написала Детей я вам оставила, потому что я слишком бедна, чтобы их воспитывать, а вы богаты. Но на этом дело не закончилось. Граф Толстой выследил бывшую жену и ее любовника в поезде из Самары и в ход пошло оружие. Бастром был ранен и дело передано в суд. Страшный переполох вызвал этот инцидент в Самаре. Много людей пришло в здание окружного суда, когда началось слушание по делу графа Николая Толстого и его жены Александры. На суде граф показал, как он, узнав о том, что графиня едет вторым классом, пригласил ее в первый. Любовника ее в этот момент в купе не было, но когда он вернулся, Николай Александрович заметил ему, что это вверх наглости с его стороны входить, когда я тут. По показаниям графа Бастром бросился на него и стал кусать его левую руку. А потом, защищаясь, он дал Бастрому две пощечины и вынул с кармана револьвер, тут в дело вмешалась графиня Толстая. Она, будучи на шестом месяце беременности, своим телом пыталась сохранить любовника от разъяренного мужа. Александра и Бастром всячески стремились замять эту историю. Несмотря на то, что Алексей после ранения остался хромым, претензий к графу он не выказывал. И суд встал на сторону Толстого, полностью оправдав его. Когда ребенок уже появился на свет, его мать заявила про Таирею Самарской церкви, приехавшему мирить ее с мужем, что не желает оставаться с ним в супружестве и сказала, что отец ребенка Бастром. Тем не менее, несколько дней спустя в метрической книге предтеченской церкви города Николаевска появилась запись о крещении Алексея, где его родителями были обозначены гвардии поручик граф Николай Александров Толстой и законно его жена Александра Леонтьевна, оба православные. Так, в результате этой любовной драмы на свет появился знаменитый русский и советский писатель красный граф Алексей Николаевич Толстой, который пусть и воспитывался в бедности, а вот графские замашки от природы его всегда сопровождали. Спустя полгода церковные власти дали супругам развод, по определению которого графу Николаю Толстому дозволял вступить, если пожелает, в новое законное супружество. А вот Александру Леонтьевну, графиню Толстую, урожденную Тургеневу, оставить во всегдашнем безбрачии. После этого граф Толстой оставил все попытки вернуть жену, и ее имя было окружено в семье ненавистью и презрением. Вторая жена будущего писателя Алексея Николаевича Толстого, художница Софья Дымшиц, позднее писала в своих воспоминаниях. Ненависть старших братьев к матери, привитой им отцом, который, впрочем, после ухода Александра Леонтьевна очень скоро нашел себе другую жену, была настолько велика, что сын Мстислав, находившийся случайно в больнице, в которой умирала Александра Леонтьевна, отказался выполнить ее предсмертную просьбу прийти к ней проститься. Граф Николай Толстой добился было и того, что родители Александра Леонтьевна отреклись от нее и в течение нескольких лет отказывались ее принимать. После ухода жены граф Толстой не стал жить в том доме, где жил с ней, потому что все напоминало ее. Выстроил новый дом и в скорости женился на богатой вдове Вере Львовне Городецкой, которая заменила детям мать. Граф ее уважал как приемную мать своих детей, они ее звали мамой. Детей приемная мать держала в строгости, а тем временем Алеша Толстой рос беспечно и беззаботно и со спокойной душой считал, что его родной отец Алексей Бастром. Их семья пусть жила небогато, но очень дружно. Малоземельный хутор Бастрома представлял собой одноэтажный деревянный дом в восемь комнат. Доход он приносил незначительный и разница с прежним достатком в семье была весьма ощутимой. Их семейный союз воспринимался окружением как блудное сожительство хозяина Сосновки с графиней Толстой. В результате Бастром не был переизбран в управу, лишившись как оплачиваемой должности, так и общественного положения. И отчуждение от света толкнуло этих любовников-идеалистов в марксизм. О чем Александра писала Бастрому. Лишурочка, нам приходится довольствоваться друг другом. Не так ведь это уж страшно. Есть люди, которые никогда никого возле себя не имеют. Это страшно. Вот почему я и тяну тебя за собой в Маркса. Страшно уйти от тебя куда-нибудь в сторону, заблудиться без друга единомышленника. По прошествии многих лет она признавалась. А ведь может быть, Лишура, мы и были с тобой героями в одни нашей юности и нашей героической любви. Были. Наш героический период продолжался несколько лет. Я же хотела продлить его до самой смерти. Повседневная жизнь стаскивает героев с пьедесталов. И надо благодарить судьбу, если стащат на сухое место, а не в грязь. Вот такая была романтическая женщина Александра Леонтьевна. Алексей Бастром писал жене письма, наполненные теплом и любовью. Здравствуй, родная, дорогая, желанная моя жёночка. Сейчас получил от тебя письмо. Ты не знаешь, что со мной делается, когда я читаю твои строки. Нет, даже в наши годы это странно. Милая моя Санечка, сокровище моё. А уж как мне тебя-то жалко, одинокую, и сказать не могу. Как ты радуешь меня сообщениями о Леле. Не знаю, Санечка, хорошо ли я сделал. Я купила ему костюмчик. Это ему к праздничку, милому нашему сыночку. Господи, когда я вас увижу? До свидания, благодатная моя Санечка. Целую ручки твои крепко-крепко, твой Алёша. Шли годы. Всю свою материнскую любовь Александра отдавала сыну Алёше. Первые пять лет прошли в страхе, что вот-вот снова объявится граф и отберет у неё и этого ребёнка. В детстве Алёша Толстой любил Бастрома. В молодости относился с почтением, но позднее к отчиму относился с ласковой иронией. До 13 лет пасынок носил его фамилию и считал отцом именно его. В дальнейшем Алёше с матерью пришлось добиваться его признания графом Толстым. Он был Толстым только по метрическому свидетельству о рождении, но чтобы поступить в гимназию, реальное училище, кадетский корпус или любое иное казённое учебное заведение Российской империи, надо было располагать свидетельством о дворянстве, которое давало губернское депутатское собрание. Да плюс к этому требовалось согласие главы рода, то есть графа Николая Александровича Толстого. Александра Леонтьевна хотела избежать обращения к бывшему мужу и пойти по иному пути, сделать так, чтобы мальчик усыновил отчим. Если бы Николай Александрович Толстой принялся возражать, то автоматически признал бы Алёшу своим сыном. Если бы согласился, Толстой стал Бостромом, и автором романа Пётр I был бы не Алексей Николаевич Толстой, а Алексей Алексеевич Бостром. Только вот Бостром не был дворянином. По своему происхождению и совокупности своих заслуг Алексей Павлович Бостром имел право на дворянское звание. Но когда он стал хлопотать о записании его в надлежащую часть Самарской дворянской родословной книги, его прошение было отклонено Сенатом, как неправильно оформленное. Безалаберность и непрактичность Бострома сыграла с ним дурную шутку. Итак, в 1896-м Александра Леонтьевна подала прошение о внесении в надлежащую часть Самарской дворянской родословной книги сына её Алексея Толстого. Но пошла на хитрость и не указала, что он граф, а просто Толстой. Прошение вернули, попросив уточнить. Просто Толстых в Российской империи не было. Нельзя было быть Толстым, не будучи графом. Судьба буквально насильно приклеивала к будущему советскому классику аристократический титул. Когда Александра Леонтьевна вторично подала прошение, депутатское собрание обратилось с запросом к главе рода. Ответил граф холодно и с презрением о том, что настойчивое домогательство Тургеневой о внесении её неизвестного ему сына в родословную его семьи вынуждает его сделать следующее заявление о том, что других детей, кроме тех трёх, которые у него есть, два сына и дочь, не было и нет. Депутатское собрание постановило решение этого вопроса отложить. В 1900-м, в возрасте 52-х лет, скончался граф Николай Толстой. Александра Леонтьевна приходила в Иверский монастырь проститься с телом мужа. По воспоминаниям прислуги графа Татьяны Калашниковой, сыновья, особенно Мстислав, хотели её прогнать, но мачеха Вера Львовна сделать этого им не позволила. Вдова покойного графа вообще повела себя в этой ситуации очень благородно. Когда встал вопрос о наследстве, возникла версия, что Николай Александрович чуть ли не банкрот, а его имение выкупила на свои деньги вторая жена, и посему Алексею ничего не причитается. Александра Леонтьевна сказала, пусть она публично признает, что граф промотал своё имение, и оно теперь выкуплено и принадлежит Вере Львовне. Тогда только я откажусь от пая на сына. Узнав об этом, Вера Львовна сказала, что пусть она лучше возьмёт эти деньги, чем вся округа узнает, что отец банкрот и позор ляжет на сыновей. Сам Алексей Толстой позднее говорил, что при разделе имущества ему выбросили собачий кусок. Он получил 30 тысяч рублей и ни одной десяти на земле. Но гораздо важнее денег было получение Алексеем Толстым в 1901-м подтверждение его фамилии и графского титула. Александра Леонтьевна стала первой наставницей для своего младшего сына Алексея на писательском поприще. «Увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне со временем придётся перед ним преклоняться», говорила она Бастрому. Сама Александра Леонтьевна прожила вполне счастливую жизнь с Бастромом, которая была мрачена лишь прошлой семейной драмой. Ненависть старших детей, привитая их отцом, стала для неё подлинной карой. Общего ребёнка у них с Алексеем Аполлоновичем так и не появилось. В 1899-м они удочерили новорожденную девочку Шуру из семьи простого звания. Её мать умерла сразу после родов, а отец едва справлялся один со старшими детьми. В возрасте 52-х лет внезапно от Менингита умирает и сама Александра Леонтьевна. На тот момент она пребывала на пике своей писательской карьеры и была автором десяти книг-прозы для взрослых детей и юношества. Алексей Аполлонович Бастром пропал в круговороте революционных событий. В свои последние годы охранял яблоневые сады под Самарой. Там же и жил в Старошке. Повзрослевшая Шура заботилась о нём до самого конца. Насчёт красного графа Алексея Николаевича Толстого мать не ошиблась. Он действительно стал в СССР очень известным писателем и превзошёл её по таланту. О своей матери он всегда вспоминал с большой теплотой. Я не знаю до сих пор женщину более возвышенной, чистой и прекрасной. Писал он. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.